Приветствую вас, дорогие мои сударыни! Приветствую вас, дорогие мои голубушки! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на апрель 2020 года для знака ОВИН. Итак, начнем. Начнем, начнем. Задействую я в раскладе три колоды. Это Таро 78 дверей, которые вы сейчас видите. Таро Иллюминатов и Оракул Затмения. Итак, какие события ожидают вас в апреле 2020 года? Фон месяца. Какие события ожидают в сфере работы бизнеса? Какие события ожидают в сфере финансов? И какие события ожидают в сфере домашних дел? Дела домашние, жилье, семья и все такое. Далее, дорогие мои, возьмем Таро Иллюминатов и спросим у них, какие события ожидают в личной жизни? Как сложатся отношения у тех, у кого есть уже партнер? И какие события произойдут в личной жизни у свободных, у свободных ОВНов? Итак, Таро Иллюминатов. Что ты нам скажешь? Отношения для тех, у кого есть пара. Что уйдет в апреле месяце? Что придет в апреле месяце? И у Оракула затмения мы зададим вопрос не конкретно, а вот просто, что нам Оракул затмения скажет на апрель? Либо события, либо изменения, либо какой-то совет. Вот сейчас мы и увидим. Что нам прошепчет Оракул затмения? На апрель месяц. Вот, сон. Сон, 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 сон. Вот такой у нас получился расклад, дорогие мои голубушки. Ну что ж, давайте его внимательно посмотрим. Так, что тут у нас? Ага. Ну, знаете, в принципе, очень хороший получился, я вам скажу, прогноз. Никаких критических моментов я здесь не вижу абсолютно. Поэтому можно с легким сердцем начинать трактовочку. Я не люблю, когда сильно отрицательные выпадают карты. Их очень тяжело не то чтобы трактовать, произносить. Хотя, знаете, каждая отрицательная карта, она имеет и вторую сторону, не только отрицательную, но и положительную. Вот этот момент надо обязательно иметь в виду, а не расстраиваться раньше времени. Ну что ж, давайте начнем по порядочку. Фун месяца, дорогие мои. У вас выпала императрица. Ну, о чем тут можно говорить. Поэтому я говорю, что прогноз очень-очень мне нравится. Императрица хозяйка своей жизни. Императрица, она делает все, чтобы улучшить свою жизнь. Императрица, она заботится о семье, она заботится о себе, о своей красоте, о своих детях, о своих внуках, о своем доме. Она везде наводит порядок. Она вот такая, знаете, хозяюшка, хозяюшка, хозяюшка. Ну, с большой буквы хозяюшка. Ну что ж, давайте посмотрим, что же она тут будет у нас творить, эта хозяюшка. Итак, сфера работы. Работы, бизнеса, у кого, как говорится, что. Здесь у нас выпала четверка жезлов и карта суд. Ну что ж, дорогие мои овны, дорогие мои богини. Я думаю, что сфера работы бизнеса и вообще какого-то дела, может быть, просто фрилансер, она претерпит какие-то изменения. Причем эти изменения вот как раз по императрице будут. Они будут совершены вами в лучшую, конечно, сторону. И события будут так складываться, что как раз вам будет сопутствовать успех, вам будет сопутствовать удача, вам будет приходить помощь. Помощь от близких людей, от людей, которым вы нравитесь, которые вам симпатизируют. В этом месяце не исключено, что вы добьетесь успеха. То есть вот если вы до этого что-то там делали, что-то, знаете, усиленно работали, усиленно осваивали какие-то навыки, получали какой-то опыт, то вот апрель месяц, он будет венцом. То есть завершением, когда вы оглянетесь и скажете, ну все, я сделала все, что можно. И вот именно вот этот момент, он вам даст почувствовать себя как возрожденный, что можно переходить на следующий этап. Для кого-то, может быть, в этот месяц разрешится вопрос какой-то, связанный с работой или с бизнесом. Может, этот вопрос длился очень долго. Никак он не решался, скажем так, или никак не двигался. То в этом месяце, наконец-то, к этому вопросу либо вы вернетесь, либо те люди, от которых зависело это решение. И процесс начнет двигаться. Да, процесс начнет двигаться. И не исключено, что к концу апреля, в принципе, этот процесс будет завершен. Завершен в вашу пользу. В вашу пользу. Все-таки не забываем четверка жезлов. Мы видим, что праздник-праздник. И думаю, у вас будет повод отпраздновать. Кто ищет работу или кто хочет начать бизнес? У вас все шансы и найти работу, вполне возможно, даже с помощью близких вам людей. Вот. И организовать бизнес, начать бизнес. Или ваш бизнес может сдвинуться, скажем так, грубо говоря, с мертвой точки. Если вот был какой-то стоячок, или вы не знали, куда дальше двигаться, то вот в этом месяце вам придет очень хорошая идея. И как вроде бы знаете, вы подниметесь. Ну, не в буквальном смысле с колен, но вы увидите ориентиры. Вы увидите, куда нужно вам двигаться. Что вам нужно делать. И это, конечно, придаст вам очень большой прилив сил. Очень большой прилив энергии. И вы поймете, что все. В вашем бизнесе что-то меняется. То есть возврата к старому уже точно не будет. У вас только вперед и еще раз вперед. Но, знаете, тут есть, конечно, такой маленький момент. Не исключено, что вы решите и закрыть этот бизнес. Или уйти с работы. Это тоже может быть. То есть апрель для вас, как вроде бы, вот в деловом плане, он как бы решающий. Решающий в каком плане? Что вы что-то должны изменить. Да, в вас проснулась императрица. Она оглядела свое хозяйство, деловое, рабочее. И приняла решение, что все, хватит стоять на месте. Надо, однако, что-то делать. И делать причем кардинально. Если мне что-то не нравится на работе или в бизнесе, надо это менять. Вот такой интересный событийный аспект ожидает в апреле вас, дорогие мои овнушки. Идем дальше. Финансы. Здесь у нас выпал король чаш и троечка пентаклей. Что тут можно сказать? Да, не исключено, конечно, влияние на ваши финансы со стороны какого-то мужчины. Мужчина непростой. Мужчина хитрованистый. Он вроде бы к вами хорошо относится. Вот, как вроде бы, сё-сё-пусё и так далее и тому подобное. Но на уме у него, конечно, свои мысли, которые он вряд ли вам будет озвучивать. Не, не исключено, что он вам может помочь деньгами. Но вот эта помощь, она будет, ну, скажем так, непростая. Она может быть, знаете, с прицелом на будущее. Либо он захочет от вас получить какую-то благосклонность. Или получить от вас, то есть какой-то у него интерес лично от вас, что вы для него что-то можете сделать. Или, может быть, как-то вот, не обязательно делом можете ему помочь. Даже в сфере чувств. То есть лучше будете к нему относиться, больше его будете любить. Или возьмёте в свою компанию. Или с помощью вас он добьётся чего-то для себя родимого. Вот такой интересненький, конечно. Ну, знаете, особой опасности, конечно, от этого короля не стоит ожидать всё-таки. Особенно если вы будете к нему внимательно относиться и анализировать его поступки, его слова и его помощь. То есть почему он это делает. То, в принципе-то, почему бы и нет. Можно, как говорится, и с ним работать. В плане финансов и брать от него деньги, или вместе с ним на пару работать, если это бизнес. Или принимать его покровительство в финансовом плане. То есть это можно. Вот. Но месяц апрель, конечно, для вас насыщен будет финансовыми вопросами. Да, насыщен. Либо вы усилите свои желания, или даже, знаете, больше усилий будете прилагать к тому, чтобы побольше заработать денег. Ну да, императрица, она не любит, когда у неё нет денег. Естественно, она будет всеми способами стараться заработать или откуда-то получить. Неважно. Тут, как говорится, у каждого свои методы и способы. В данном случае и тройка Пентакли, она и показывает, что копеечка к копеечке, доллар к доллару, евро к евро. Но вы будете постоянно наращивать обороты по зарабатыванию денег. Вот. Вот по тратам я особо здесь не вижу. Вот у меня такое идёт ощущение, что я не скажу, что вы ужмётесь в своих тратах. Но новых трат вряд ли будет. Вот так вот скажем. Всё-таки вы будете очень экономны. Очень экономны, рациональны, практичны. Не исключено, что это будет связано с идеей какой-то. Не исключено с какими-то будущими планами. Ну вот на данный момент финансовая сторона вопроса, она именно направлена на зарабатывание. Что касается дел домашних. Ну, тут как раз у нас выпала десятка Пентакли, семейная очень карта, и восьмёрка Жевзла. Какая-то работка у вас. Какая-то работка действительно на благо детей, внуков или семьи своей. И не исключены варианты, когда придётся что-то выбирать. Или вот это сделать, или вот это сделать, или вот это сделать. И вот этот ваш выбор, он очень важен будет для вас. И может быть не только для вас, но и для вашей семьи. Да, для вашей семьи, для ваших членов семьи. Но, тем не менее, тем не менее. Не исключено, что это будет связано с какой-то поездкой. Не исключено, что это будет связано с украшательством дома, с обустройством дома. Может быть даже с покупкой жилья, с продажей жилья. То есть что-то вот с недвижимостью, причём недвижимостью общей, семейной недвижимостью. Может быть кто-то из вас будет решать вопрос, по какой цене продать. Или продавать ли вообще. Или покупать, по какой цене. И покупать ли вообще. То есть вот какой-то. Или переезжать, или не переезжать. То есть вопрос будет очень существенный. И для вас лично, и для вашей семьи. Но он связан будет с улучшением. С улучшением вашего вот такого семейного пространства. Всё-таки, опять же, возвращаясь к императрице, она никогда не идёт на ухудшение условий своего проживания. И условий проживания для тех, кого она любит. То есть для семьи. Вот. Что касается любовной части. Для тех, кто у нас имеет пару, здесь у нас выпала карта Десятка Пентакли. Ну, ещё одна семейная карта. Вот. Как говорится, идёт подтверждение. У кого есть семья, у кого есть партнёр. То есть вы будете делать всё, чтобы упрочнить. Вот так я бы сказала. Упрочнить отношения. Чуть ли не забетонировать их, не зацементировать. То есть всё. Будете делать всё на благо, на благо ваших отношений. На... Причём, знаете, вот тут любовная, конечно, сторона не просматривается. Чувственности вот такая, знаете, чувств всё-таки Пентакли – это земная, земной знак, земная стихия. Поэтому вы будете, вот именно, знаете, как, получше накормить своего партнёра. Какой-то ему подарочек сделать. Украсить дом. Украсить себя. Ну, знаете, чтобы он чувствовал, что вот прямо хозяйка, хозяйка, хозяйка. Ну, императрица, как говорится. Она и есть императрица. Вот. Поэтому, в принципе, карта не несёт никакой абсолютно угрозы. Если у вас всё хорошо, будет ещё лучше. У кого какие-то трения или ещё что-то, или отношения идут к разрыву. Вы знаете, карта говорит о том, что вы найдёте консенсус. Либо, либо этот разрыв обернётся для вас, вам на пользу. Да. Он будет для вас положителен. Вы от него больше получите, чем потеряете. Вот такие пироги. И, опять же, карта говорит, что вам помогут. Если не очень хорошие отношения, или совсем плохие отношения с партнёром, то ваше ближайшее окружение, оно поможет вам пережить вот эти тяжёлые времена. И как-то уравновесить, что ли. Уравновесить более-менее, сделать спокойными, практичными отношения с партнёром. Со своим партнёром. Вот. Идём дальше. Следующая у нас карта выпала Король Жезлов. Карта красивая, я поэтому вам её показываю. Очень много деталей на этой карте, что иногда даже сложно рассмотреть, что в них важно. Хотя все детали важны, но тем не менее, карта очень красочная. Итак, Король Жезлов, дорогие мои свободные умны. Ну, придётся вам столкнуться, столкнуться в этот период с каким-то мужчиной. Мужчина очень энергичный. Не скажу, чтобы он был серьёзно настроен. Тут больше с его стороны будет идти страсть. Может быть, даже желание флиртануть. Может, желание вот такое, знаете, ах, какая женщина. А дай-ка я с ней, так сказать, что-нибудь замутю. И очень сложно предугадать, что эти отношения в будущем вам принесут. Но то, что вы получите много эмоций, общаясь с этим мужчиной на данном этапе в апреле, то это однозначно. Потому что это такой факелочек, тип такого мужчины, который и сам не любит скучать, и другим не даёт скучать. Ну, у него вот просто всё как на грани фейерверка. Но будьте внимательны. Будьте внимательны с ним очень. Вот. Ну, что ещё может быть? Не исключено, что кого-то... Точнее так, что друг ваш, вот если в вашем окружении есть друг, он может поспособствовать знакомству с кем-то. С новым партнёром. Да. Или встречи. Или... Ну, в основном, конечно, знакомству. Ну, в принципе-то, почему бы и нет. Не отказывайтесь. Себя надо, как говорится, радовать, в том числе и любовными эмоциями. Идём дальше. Что у нас... Две позиции на что уйдёт и что придёт. Что придёт, выпала шестёрка мечей. А что уйдёт, выпала шестёрка кубков. То есть, две шестёрочки. Что уйдёт? Шестёрка кубков. Ну, она, во-первых, говорит, уйдёт какая-то ностальгия. Да. Если вы о чём-то... Ну, что-то вспоминали. Может, о чём-то печалились. Или жалели, что это ушло. То вот это состояние... Оно... Уйдёт от вас. Да. Может быть, была какая-то кратковременная встреча с родными людьми. Или очень близкими вам людьми. Это может быть и подружка, которая вам близка по духу, близка по душе. Это может быть и кто-то из родственников. Ну, вот будет какая-то кратковременная встреча, и она уйдёт. И она уйдёт, дорогие мои. Ну, вообще, конечно, карта в основном говорит о каких-то прошлых моментах. Может быть, знаете, может быть, была какая-то встреча мимолетная, случайная встреча с кем-то из прошлых. Это может быть и бывший партнёр. Это может и бывшая подружка. Тут, как говорится, или бывшая коллега. Ну, вот состоялась встреча, приятно провели время, пощепетали, как говорится, повспоминали, ну и разбежались. Каждый по своим делам. А вот что придёт, шестёрка мечей, здесь, конечно, совсем другая история. Я думаю, что вот она больше говорит о вашем внутреннем состоянии, об вашем умственном, скорее, состоянии. То есть, как вроде бы, знаете, вы решите в апреле месяце, вы придёте к выводу, что нужно что-то менять. Уезжать с одних берегов и переезжать на другие берега. Ну, скорее всего, это касается, может быть, и каких-то рабочих моментов. Всё-таки карта сута, она всегда говорит о каких-то изменениях. Более-менее крупных, но изменениях. Поэтому сочетание вот этих карт, они очень друг друга характеризуют. Да, возможно, вы от чего-то откажетесь. Вполне возможно. Может быть, вы куда-то решите поехать. Да, переезд какой-то, смена места жительства. Вот, опять же, дела домашние, то, что я вам уже говорила, что не исключено, что будет решаться вопрос, что делать. Переезжать, не переезжать. Продавать, не продавать. Покупать, не покупать. Так вот, шестёрка мечей, она как раз и вот говорит о принятии таких решений. То есть, вы знаете, о мыслях таких, об анализе, об анализе того, чего вы хотите изменить и как вы хотите изменить. Да. Ну и вернёмся теперь к последней карте расклада нашего. Это что нам шепчет оракул. Оракул затмения. Здесь выпала карта сон. Карта сон. Знаете, вот у меня такое идёт ощущение, что месяц для вас будет очень энергетически насыщенным. Настолько насыщенным, что вы, ну, скажем так, в конце этого периода можете выдохнуться. Приустать. Устать. Вам захочется отдохнуть. Вам захочется даже, может быть, знаете, буквально выспаться. Наконец-то выспаться. Потому что, может, пришлось там столько забот навалилось, что приходилось очень рано вставать и поздно ложиться. Поэтому оракул затмения говорит, да, будете уставать, будете не досыпать, будете хотеть отдохнуть. Отдохнуть. Или, вот знаете, ещё, может быть, все вот эти, которые события, они для вас будут проходить как во сне, что ли. Вот, вы иногда будете даже ущипать себя, типа того, что это со мной или происходит, или с кем-то с другим, или... И это действительно есть. Вот у меня буквально недавно было такое же ощущение. Произошло событие, которое я до сих пор не могу к себе примирить. И я вот думаю, это со мной происходит или не со мной. Это просто быть не может. Вот как-то так, понимаете. Вот такое состояние. Ну что ж, дорогие мои, богини мои, заканчиваю я прогноз. Прогноз очень хороший, очень положительный. Так что, если он вам поможет, если он с вами срезонирует, будет просто изумительно. Если не срезонирует, ну что ж, бывает, это же общий прогноз, так что не расстраивайтесь. Ну, мне остаётся только вам пожелать удачи. Мне остаётся пожелать любви вам. Любите себя обязательно, не забывайте. Не забывайте, вы же императрица. Поэтому будете себя любить, будут и вас любить. Здоровья вам, дорогие мои, здоровья обязательно. Без здоровья ни туды, ни сюды. Ну и денег побольше. Денег побольше. А как же, надо же себя украсть. Надо же и туда денюжки, и сюда денюжки. И себя побаловать, и семью побаловать, да и вообще. Поэтому будьте счастливы, лапочки мои, будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале.